Добрый день! Сегодня я предлагаю вашему вниманию первый выпуск в этом году моей рубрики «Лайфхаки по трейдингу». И сегодня выпуск будет не просто интересным, но и очень полезным. Мне очень нравятся темы по самоорганизации, планированию, тайм-менеджменту, и сегодня я подготовила для вас самые эффективные методы из тайм-менеджмента, которыми пользуюсь и сама. Надеюсь, они также пригодятся и вам. И первый метод, с которого я хочу начать, он очень известный и называется «Съешь лягушку». Итак, в чем же заключается этот метод и чем он может нам с вами помочь? Каждое утро вы должны начинать с решения самой сложной и неприятной задачи. Таким образом, дальше у вас день будет проходить с чувством выполненного долга. Вы будете понимать, что самое сложное и важное и неприятное вы уже сделали. И если начинать каждое утро таким образом, то вы очень продвинетесь в свои цели и в решении любых больших сложных задач. Ваша лягушка – это самое большое, трудное и неприятное дело, которое нужно сделать в данный момент, а лучше с самого утра. Есть такой автор, которого зовут Брайан Трейси. Он написал целую книгу, которая называется «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку. 21. Действенный принцип эффективного труда». Там он подробнейшим образом описывает этот метод, но не только этот метод, а также и другие. Если вы не хотите тратить время на чтение этой задачи, на чтение этой книги, следите за моими выпусками. Обязательно в каком-то из них я сделаю подробнейший и, надеюсь, очень интересный обзор данной книги и методов, которые предлагаются в ней. А мы переходим к следующему очень эффективному методу, который мне лично очень нравится. Он называется «Метод швейцарского сыра». Итак, метод швейцарского сыра. В чем он заключается? Попробуйте выполнять задачу не в логическом порядке, а в произвольном, выгрызая из разных мест маленькие кусочки, наиболее простые и приятные. Этот метод нам поможет включиться в работу, начав решение большой задачи с самых неприятных действий. Например, если вы хозяйка и вам предстоит большая генеральная уборка, не обязательно начинать эту большую задачу с каких-то сложных действий. Начните убирать квартиру с самых приятных для вас мест. И таким образом вы просто втянетесь и сами не заметите, как закончите решение этой задачи. Следующий метод, с которым я сама недавно познакомилась, хотя все время его применяла и до этого. Он называется «Метод помидора». И заключается он в том, что предлагается тратить 25 минут на учебу или на работу, и после этого позволяет себе 5 минут отдыха. Полчаса – это у нас целый помидор. Каждые 4 помидора, то есть через каждые 2 часа, позволяйте себе более длительный перерыв на отдых. Очень классный действенный метод, которым я тоже пользуюсь, и он позволяет очень повысить производительность, вашу производительность. Попробуйте и оцените. Следующий очень интересный метод называется «Съешь слона». Он подходит для выполнения какой-то огромной задачи. Каким образом можно съесть слона? Конечно, разрезав его на кусочки и по этим кусочкам его поедать. Точно так же с большой задачей или с огромным проектом. Например, построить дом, сделать ремонт. Разбейте эту большую задачу на маленькие кусочки и поэтапно решайте ее. И вы сами не заметите, как задача будет сделана. Следующий классный метод называется «Метод двух минут». Правило двух минут или по-другому «Подумал – сделай». Этот метод относится ко всему, что вы можете выполнить сразу же. Например, вы получили имейл и понимаете, что можете либо сразу в течение двух минут ответить на него и забыть про это дело, или отложить в какую-то папку, где лежат все письма, на которые вам предстоит ответить. Так вот, я рекомендую вам сделать это сразу же. Таким образом, вы избавитесь от вороха мелких дел, которые в конце концов станут большой задачей, а то и большой проблемой. Следующий интересный метод, которым я сама пользуюсь не так часто, он называется «Метод А, Б, Ц, Д». По-другому называется «Матрица Эйзенхаура», если я не ошибаюсь. Заключается он в том, что вы должны все свои дела разбить на четыре категории. Первая категория – это категория А. Сделайте немедленно, это все, что срочно и важно. Вторая категория – надо сделать при первой возможности, потому что это очень важно, но не так срочно. Третья категория – делегируйте. Это все срочные дела, но не такие важные, которые вы можете передать на выполнение кому-то другому. И последняя категория – категория Д. Отложите и забудьте. Дела, которые не срочны, не важны, и, как показывает практика, на них вообще не стоит обращать внимания. Классный метод – метод якоря. Настраиваясь на выполнение задачи, создаем небольшой ритуал. Ритуалом может быть чашечка кофе, когда вы включаете одну и ту же музыку, съедаете шоколадку и так далее. Когда нам может помочь этот метод? Например, вы приходите на работу, начинайте рабочий день все время с одного и того же действия. Например, делайте себе чашечку кофе. И таким образом это действие уже через короткое время будет настраивать вас на рабочий лад. Итак, рекомендации. Используйте якоря для настройки на различные задачи отдых. Применяйте метод швейцарского сыра при раскачке или для того, чтобы включиться в работу. Ежедневно съедайте минимум одну лягушку, а именно выполняйте самую неприятную задачу и желательно с утра. Дробите слонов на бифштексы, приближающие к достижению слона. То есть делите большую задачу на небольшие действия. Поощряйте себя промежуточными радостями. Через каждые 25 минут позволяйте себе 5 минут отдыха. Заведите таблицу ежедневных дел со списком наград за исполнение. То есть если вы выполнили все дела из списка, позвольте себе, ну например, посидеть в кафе и съесть свой любимый десерт. Таким образом вы поощряете и мотивируете себя. Ну, на этом мой выпуск закончился. И надеюсь, он был для вас достаточно интересным и полезным. И вы все это будете использовать на практике. Ну, а я напоминаю, что на Картель Ти Ви я начинаю новые проекты в 2017 году. Надеюсь, это будут для вас очень интересные и полезные проекты. Я планирую вести ежемесячно видеодневники. Название проекта «Монетки для брюнетки». Это будет онлайн-торговля. Также ежемесячно я предлагаю вашему вниманию обзорные вебинары с очень интересной темой объединения стратегий. И, конечно же, мои видеоролики «Лайфхаки по трейдингу», где я буду предлагать вам все самое интересное, что поможет вам не только в трейдинге, но и в вашей работе и в повседневной жизни. Пожалуйста, пишите мне на скайп. Последнее время проблемы со скайпом. Почему-то меня сложно там найти. Поэтому, пожалуйста, увидите перед собой мою почту. Пишите мне на почту. Я сама добавлюсь к вам в скайп, и мы будем общаться и, возможно, работать вместе. Ну а сейчас спасибо за внимание, и я желаю, чтобы все у вас получалось. До свидания, до следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok